Переезжая в Новороссийск или покупая здесь квартиру, все подразумевают, что они будут жить в спешей доступности к морю. И здесь есть такая возможность, жилой комплекс Рич в поселке Масхата. Дом построен по монолитной каркасной технологии. Стены заполняются керамзитно-бетонными блоками. Всего 4 этажа. Каждый подъезд оснащен при входе лифтом для маломобильных групп населения. Застройщик предусмотрел безбарьерную безопасную зону на территорию комплекса. Также во дворе планируется установить камеры видеонаблюдения. Территория закрытая, поселок Масхака достаточно тихий. Вы сможете спокойно отпускать своих детей гулять. Даже на море, так когда пляжи с открытым морем, мелкой галькой и чистой водой пешком минут 10 не спеша. И дорога, кстати, более ровная. Вам не нужно будет обратно долго подниматься в горку. У застройщика большие планы. Это не только строительство следующего жилого комплекса, но и постройка бассейна для жильцов этого и предыдущего его домов. До школы также можно дойти пешком. Да и вообще, поселок Масхака небольшой. До любой точки можно добраться пешочком. В Масхака ходят маршрутки и преобладают малоквартирные дома по 4-5 этажей. Несмотря на свою хаотичную застройку, поселок пользуется большой популярностью и выглядит достаточно уютно. Первую мы сегодня рассмотрим однокомнатную евро-двухкомнатную квартиру площадью 45,7 квадратных метров. При входе сразу мы попадаем в прихожую площадью 3,46 квадратных метра. Здесь же мы сразу видим вот электричество в квартиру. Оно, в принципе, разведено по всей квартире. Вам уже ничего в этом плане делать не надо. По правую сторону у нас располагается санузел площадью 3,56 квадратных метра. Прямо у нас идет кухня и по левую сторону комната. Кухня у нас площадью 15,4 квадратных метра. Очень просторная и светлая. Как мы видим, в каждой квартире установлен двухконтурный газовый котел фирмы Navien, что, естественно, помогает вам экономить на коммунальных платежах, особенно в зимнее время. Комната в этой квартире очень свободная, просторная, 23,7 квадратных метра. Как такового балкона в этой комнате нет, но есть специальная ниша. В принципе, вы можете поставить здесь перегородку, дверь и у вас будет отдельный балкон. По отделке. В каждой квартире предчастовая отделка. Это означает, что у нас уже штукатурены стены белые под поклейку обоев и выполнена стяжка пола с демпферной лентой. Также в каждой квартире установлены металлопластиковые окна фирмы ВДС и уже установлены двухконтурные газовые котлы. И в каждой квартире уже проведено электричество специально под сплит-систему. На каждом этаже располагается по 9 квартир. В одном крыле 5 квартир и в другом крыле 4. И также в местах общего пользования установлены счетчики на электроэнергию и счетчики на воду. Следующая планировка это трехкомнатная квартира площадью 76,5 квадратных метров. При входе сразу мы попадаем в большой коридор, который можно очень удобно зонировать. Он 10 квадратных метров. И справа от меня позади располагается санузел. Он 5 квадратов и там в принципе поместится все, что необходимо для комфортной жизни. Все комнаты в этой квартире выходят на одну сторону. Данная комната самая большая. Ее площадь 19,8 квадратных метров. Еще один, мне кажется, самый большой прям плюс то, что застройщик предусмотрел и сделал вывод под сплит-системы в каждой комнате. По моему мнению, изюминкой данной квартиры является огромная кухня-гостиная. Ее площадь 26 квадратных метров. С одной стороны вы можете расположить весь кухонный гарнитур и столовую зону, а во второй части комнаты сделать чисто гостевую зону. Все входные группы выглядят очень стильно и современно. На полу уложена плитка под дерево, а на стенах декоративная штукатурка в цвет самого комплекса. То есть это белый и сочный синий. Также застройщикам предусмотрен под всем комплексом подземный паркинг. Он освещен и здесь же на подземном этаже у нас расположена болерная. На подземной парковке порядка 20 мест под каждым подъездом. Места хватит всем. В каждом подъезде установлены водонакопительные баки. Их всего здесь два, каждый по 5 кубов. То есть когда во всем городе будет ограничивать воду, у вас будет срабатывать система автоматически и будет подаваться вода во весь дом. Кстати, также вы можете заметить, что крыша у данного дома тоже необычная. Это эксплуатируемая крыша. Здесь установлены навесы. Если летом вам идти лень на море, вы можете здесь позагорать или провести уютные вечера на крыше с чашечкой кофе и прекрасным видом на море. Также двор уже полностью благоустроен. Здесь есть и детская площадка с прорезиненным покрытием, уже высажены взрослые деревья и елочки в том числе. Будет еще мангальная зона. Там будет снова сесть на мангал и необычный стол в виде перевернутого корабля. И очень здорово, что есть беседка, в тени которой можно отдохнуть вот такой же жаркий и солнечный день. Жилой комплекс Рич – небольшой малой квартирный дом. Я думаю, многим он придется по душе. Если вам понравился этот ролик, то обязательно пишите комментарии, какие следующие жилые комплексы вы хотите, чтобы мы сняли. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами была я, Анастасия, компания Ассоциация застройщиков. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok